Все могут оккупанты. Как ведут себя российские наемники и солдаты на Донбассе? Позбавлены будь какой-то ответственности. Пришел, увидел и забрал. Что позволяют себе защитники русского мира? Эти люди просто повернуты на кровь и на женщин. Российские феодалы. Как относятся российские отпускники к мирным жителям Донбасса? Пограбувание, отжимание, взваливание, убивание, насильство. Прямо сейчас в гражданской обороне. Мы все помним, как это было. Беги, войска! Полтора года назад в восточных областях Украины началась массовая истерия. Многие как манны небесные ждали прихода воображаемых спасателей. И мы должны обратиться к нему с воплем, с русским воплем. По мнению этих людей, Донбасс нужно было срочно освобождать от мнимых бандеровцев и фашистов. Путин, спаси Донбасс! Путин, спаси русских людей! Люди верили, что придет мессия в образе российских военных. И тогда все заживут счастливо. Хотите вы присоединиться к Российской Федерации? Да. Почему? Потому что там более порядок, нам много порядок, чем здесь. Россия, в свою очередь, как настоящая матушка, просто не могла не пройти мимо страждущих. Я увидел результаты. Когда увиделось практически все население «за». Повторяю, у нас выбора даже другого не было. И другого решения быть не могло. И тогда началась масштабная операция по спасению русскоязычных. Танки, грады, кадровые военные РФ и просто искатели приключений направились в Украину. Но есть одно «но». Российская защита оказалась особенной. Не прошло и месяца, как российские защитники показали свое истинное лицо. Вскоре они начали обстреливать жилые дома. Расстреливать мирных жителей. Открыто отбирать чужое имущество. И что самое главное, все эти страшные вещи, так называемые «защитники», делали с нескрываемым удовольствием. Они прошли несколько войн. То есть они знают, что такое война, как на ней заработать. И для них действительно война – это мать и ридно. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. О грозной российской армии жители востока Украины знают не понаслышке. А вот вежливых тут как-то не заметили. Начался обстрел. Было три трупа лежало. Я сам видел. Наши войска в Мариуполе не обстреливали. Это обстрелили российские войска. Уже больше года, как украинскую землю, топчут российские захватчики любых местей. Войска, для которых убить человека ничего не стоит. Мирный житель, который обязан был выехать с тем временем оккупированных территорий Донецкой области, в город Мариуполь, повернулся в свой дом, чтобы забрать особенные вещи. Зайшел в дом, а дом уже заняты, соответственно, российскими войсками. Людина высловила свое незадовольствие. В ответ россияне просто расстреляли. Еще до начала войны в Харькове за украинский флаг убили двух человек. В Донецке трех. Уже тогда стало понятно, что проукраински настроенным жителям Донбасса стало опасно оставаться в своих домах. Стало известно про смерть двух майданевцев. Любого человека на оккупированных территориях могли убить на месте только за то, что он носит украинский флаг. Или говорит по-украински. Украинские за это убивают. Вы понимаете? За то, что висят в проекте флаг. За то, что вы видите, что вы говорили, но украинство вас могут призвать к ответу. За то, что если вы смерть, кривую славу, украине вас убьют. Василия Палеша, солдаты украинской армии, так называемые защитники русского мира, лишили руки за татуировку с надписью «Слава Украине». Мне они подрубали руку. Как подрубали, там еще было, хотели простреливать, но на диву они этого не сделали. То, что случилось на чужой земле, там и останется. Поэтому на Донбассе россияне не останавливаются на мародерстве и грабежах. Я лично был свидетелем этих случаев, когда на площади Ленина три какие-то девушки гуляли и их украли. Отримать какие доказы мы не можем, потому что очень часто эти жертвы просто безусловно исчезают. Самое страшное, что это не единичный случай. На сайте Донецкого горсовета каждый день появлялась информация о пропавших женщинах. Но сегодня этот сайт почему-то закрылся. Насильство над женщинами действительно у них есть массовое. Особенно это было в прошлом году расповсюджено, но и сейчас тоже. Подобные подвиги были и у героя России, полковника Буданова, во время Второй Чеченской войны. Чеченцы убили его именно за изнасилование и убийство девочек. В России же его объявили героем. Уважаемые россияне, из убийства преступника, насильника хотите сделать героя. Где, когда это было в России? Самое страшное. Сегодня все эти ужасные вещи часто совершают молодые, простые российские парни, которые совсем скоро вернутся в свои родные города и села. Только вернутся они уже туда убийцами и насильниками. Тысячи маньяков по всей России. Их психика взломана. Раз, надмирная агрессивность, которая выховывается в рамках российской армии, которая каждый день муштуется. Два, и третья – это безкарменность. Российские военные ощущают безграничную власть. Потому что тут их ставят в умовы фактически над людей. Российские местные службовцы можно много чего по отношению к российских найманцев, значительно больше можно до так называемых ополченцев, и практически все, что угодно можно по отношению к населению. Контрабанда, грабежи, запугивание, пытки, изнасилование и, конечно, убийство. Вот как на самом деле работают кремлевские вежливые люди в Украине. Они могут выбирать, по-перше, автотранспорт. По-друге, необходимы им средства и харчевания. За один рейд они могли отжать от двух до пяти автовок. Причем автовок люкс-класс. Особые отношения у регулярной армии к наемникам и местным маргиналам. Для российских солдат это второй сорт, которыми можно помыкать и издеваться. Когда банформование между собой может что-то не поделить, то приходит ставленник российской армии и забирает все себе. Або разделяет между ними. Это уже он вырешивает. И банформование знает, что им можно убивать всех, мирных, беззвездных, но никогда не можно убивать российских солдат. Российские кадровики делают все, что захотят на оккупированных территориях. Ведь знают их действия, так и останутся безнаказанными. Все эти зверства они считают достойной и справедливой оплатой их работы на Кремль. Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов, можете забыть. По количеству военных преступлений, подлости и беспринципности российская оккупационная армия может дать фору кому угодно. Российская армия для своего образца взяла вообще фашистскую Немечку. Мы видим то, как Сурков взял копию Геббельса, а то, как Путин с Лавровым часто цитуют Гесси, Гитлера и любого другого. В чем сила армии оккупантов? В том, что она не жалеет ни себя, ни врага. Ценность чужой жизни для них ничтожна. Это фактически генезис этой нации. Это еще раз приводит, что мы не есть братья народа. Окупанты умеют только захватывать. Строить какое-то светлое будущее не их стиль. Им нужен кураж. А настоящий кураж им дает только водка и война. Эти люди просто повернуты на кровь и на женщин. То есть они знают, что работорговля – это нормально. Они знают, что контрабанда – это нормально. Что убийство мирных – это нормально. Для них лучшие периоды жизни – это война. Что говорить, если трупы мирных жителей и солдат противника, заезжие солдаты удачи отдают родным только за деньги? Сегодня это стало выгодным бизнесом. Подобную практику они начали в Чечне, в Грузии. Теперь продолжают и в Украине. Нам звонили, как мы сейчас говорим, с той стороны. Есть места, где они знают, где захоронены наши бойцы. Предлагают деньги. Требуют, вернее, деньги. Жизнь под российской оккупацией – это хождение по минному полю. Российская армия – это вот там сголтованные женщины. Российская армия – это потоки контрабанды. Российская армия – это вот эти обманы такие. Российская армия – это расстрелы детских садков, шкіл и пенсионеров. В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер. А трезвыми, по свидетельствам очевидцев, они бывают редко. Вот это реальное обличие российской армии. Жители Донбасса ждали прихода России и российских войск. Люди думали, что с русскими сюда придет благодать и процветание. Высокие пенсии и зарплаты. Но их ждало большое разочарование. И те люди, которые стояли с плакатами, там, еще в первые дни Путин введи войска, они даже не подозревали, какие же хития сегодня может принести российская армия. На Украину напала очередная орда. Под предлогом строительства еще одного светлого будущего под названием «Русский мир». И вот каким он оказался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...